Дочью примерно в половину четвертого на пульт 102 за помощью обратилась хозяйка одной из точек общепита, расположенной в районе базара Комеш-Булак. По словам вызывавшей женщины, в ее заведении подрались посетительницы. Разнять разбушевавшихся женщин не смогли даже молодые парни. Парни их обхватили, вывели на улицу, но девушки продолжали драться. Я вызвала на помощь полицию. Они так дрались, волосы друг другу выдергивали. Если живые остались, завтра снова сюда придут. Я им тогда покажу. Прибывшие на место вызова полицейские участниц потасовки отвезли в Абайский отдел полиции. Сейчас дознаватели этого РОВД выясняют подробности происшествия. Сотрудники Альфа-Рабийского РОВД при попытке кражи задержали молодую девушку. Об этом преступлении полицейским заявила хозяйка одного из коммерческих бутиков, расположенных в мега-центре. Она рассказала, что неизвестные лица похитили у нее джинсы. Прибывшие полицейские задержали молодую жительницу Махта Рала 1998 года рождения. Днем примерно в 5 часов нашему 812 экипажу передали сообщение, что в бутике, расположенном в мега-центре, произошла кража. Прибыв на место происшествия, мы задержали одну подозреваемую – молодую девушку. Как выяснили полицейские, девушка, сняв сигнальный брелок с джинс, попыталась их вынести из магазина. Но это заметили продавцы. Они сообщили о краже охранникам, которые задержали подозреваемую. Позже они передали девушку полицейским. По факту кражи сотрудники Альфа-Арабийского РОВД возбудили уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса. На срок следствия с подозреваемой взята подписка о невыезде. В Шимкенте начали дорожные рейды сотрудники нового подразделения – местной полиции. В течение нескольких часов полицейские останавливали в городе машины, проверяя наличие документов. В ходе рейда полицейские остановили автомашину «КамАЗ», колеса которого были в грязи, что является одним из нарушений правил эксплуатации автомашин. Полицейские вынесли водителю предупреждение и предписали привезти грузовик в порядок. Такие рейды сотрудники полиции планируют устраивать регулярно. Субтитры создавал DimaTorzok